МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одно из значимых событий деловой жизни нашего региона нынешней осени – открытие второго пускового комплекса Гомельского научно-технологического парка. На данный момент в нашей республике работают более 10 технопарков. Гомельский по результатам своей деятельности занимает одно из лидирующих мест. Судите сами, к моменту официального открытия всего комплекса технопарк пришел уже с 25 резидентами. Многие из них успешно работают на рынках США, Великобритании, Южной Кореи, Гонконга, Чили. Всего порядка двух десятков стран. На сегодняшний день у нас 2400 квадратных метров площадей, на которых мы можем размещать наших резидентов. Это позволяет создать порядка 300-350 рабочих мест технопарка. Считаем, что такой проект, он в первую очередь важен, интересен, привлекательен для тех людей, которые хотят создать свое собственное дело на основе каких-то новых идей, новых разработок и так далее. Именно технопарк позволяет это реализовать наиболее эффективно или в полной мере. Не секрет, что деятельность технопарков оценивается в первую очередь по результатам работы их резидентов. Предприятие «Поветрик Плюс» со своей инновационной разработкой вентиляционного прибора с утилизацией тепла уже неоднократно побеждало в различных конкурсах. Последний из них – лидер энергоэффективности 2015. Задумка создать подобный вентиляционный прибор, делится директор предприятия Дмитрий Саухин, возникла у него при проектировке собственного жилья. Вентиляция должна быть компактной, эффективной и недорогой. Такую цель поставили перед собой разработчики. Любой отопительный сезон начинается с большого количества жалоба жильцов на отсутствие вентиляции, растущую влажность, появление плесени на стенах. Все это связано, в первую очередь, с отсутствием в наших жилых помещениях, квартирах, естественной вентиляции. Связано это с тем, что в окнах установлена герметичная оконная конструкция, которая не пропускает воздух для вентиляции этих помещений. Вентиляционный прибор по этой рекомендируется непосредственно в стену любого здания и позволяет осуществлять теплую, комфортную вентиляцию практически в любом помещении. Нередко научно-технологические парки отождествляют с парками высоких технологий. Однако деятельность первых шире, ведь их резиденты – это не только представители IT-сферы. Речь идет о самых разных направлениях бизнеса, в основе которых инновационные технологии. Сегодня в нашем технопарке наши резиденты реализуют свои проекты в таких направлениях, как и приборостроение, микроэлектроника, энергосбережение, создание новых материалов, нанотехнологии. И хотел бы отметить, что вот как раз в последнее время особенную активность начали проявлять компании, которые занимаются как раз таки в сфере IT-технологии. Более половины резидентов нашего технопарка как раз таки работают в этой сфере. Один из резидентов технопарка, работающих в сфере IT-технологии – компания «Экспрайт». Здесь занимаются разработкой компьютерного обеспечения любой сложности. Еще в студенческие годы будущий инженер-программист, а ныне директор «Экспрайт» Денис Янчев проанализировал рынок IT-услуг и пришел к выводу. Большинство компаний ставят в приоритет скорость выполнения заказов. А вот дальнейшая эффективность созданного продукта заботит немногих. Основав свою компанию, молодой предприниматель решил сделать ставку на качество. На данный момент «Экспрайт» занимается разработкой проекта, который поможет белорусским предприятиям выйти на азиатский рынок. Наша компания – одна из немногих в Беларуси, которая оказывает разработку полного цикла. То есть у нас есть UI-дизайнер, который разрабатывает юзабилити сайта, продумывает структуру, логию, как все это будет отображаться. То есть создает некий прототип проекта. Далее у нас есть дизайнер, который это оживляет в графическом виде. Также у нас есть разработчик, который это будет верстать, и после чего будет разрабатывать. То есть у нас есть полный цикл. Став резидентом технопарка, компания «Экспрайт» получила дополнительный толчок к развитию. Показательная цифра. Если год назад здесь работало порядка 20 сотрудников, то сегодня это уже 45 человек. Основная деятельность компании «Годовой баланс» – оказание бухгалтерских услуг. Однако в технопарк фирма пришла с конкретным инновационным проектом. Главный бухгалтер в кармане. Так коротко можно охарактеризовать его суть. Речь идет о создании онлайн-сервиса, который будет предоставлять бухгалтерские услуги по сдаче налоговой отчетности и учету. Первым этапом реализации проекта станет создание сайта с личным кабинетом для предпринимателей, а после – соответствующего мобильного приложения. Подавляющее большинство предпринимателей не знают, как себя вести в рамках закона, как считать налоги, как вести бухучет. Из-за этого они получают штрафы, бюджет не досчитывается денег, и мы, в общем-то, поняли, что это надо. То есть навести порядок у них, и, скажем так, для нас это, в чем наша выгода, мы заработаем. Плюс нашего проекта в том, что приложение будет настолько дешевое, я бы даже сказал, на порядок, потому что многим предпринимателям дорого нанять, допустим, нас, как исполнителей по бухгалтерскому учету, как обслуживающую компанию, а наше приложение, оно будет на порядок дешевле, и это может позволить тебе каждый. Если в цифрах выразить деятельность этого резидента технопарка за время его существования, то это десятки миллионов символов. Компания Textrade на рынке копирайтинга, или другими словами, создание рекламных текстов, уже три года. И полгода, как является резидентом технопарка. Этот статус, признается здесь, открыл для компании новые возможности. Сейчас то, что мы стали работать здесь, в технопарке, дало нам возможность развивать новые инновационные направления, и в том числе мы решили больше внимания обратить на внутренний, на наш белорусский бизнес. У нас в Беларуси очень мало компаний, которые занимаются профессиональными копирайтингами. В основном это минские компании, которые работают с очень крупными клиентами, и их цены слишком высоки для малого и среднего бизнеса. Вот, поэтому мы берем в первую очередь доступностью и, тем не менее, высоким уровнем обслуживания. В компании Textrade, как, впрочем, и ряде других предприятий-резидентов технопарка, работает молодежь. Ведь, как правило, именно они и являются генераторами новых креативных идей. Впрочем, что касается работы с молодежью, то в этом направлении администрация технопарка, можно сказать, вышла за рамки предприятия. Наша работа не ограничивается только работой по поддержке резидентов технопарка. Мы стараемся вести информационную, ну, если хотите, пропагандистскую работу по вовлечению, по поддержке молодежи в предпринимательстве. В технопарке за время нашего существования прошел целый ряд мероприятий, посвященных вот этой тематике поддержки и развитию молодежного предпринимательства в нашем регионе. Такие мероприятия мы проводили и самостоятельно, и с участием, или совместно с БРСМ, с высшими учебными заведениями. В этом году мы подписали соглашение с Гомельским государственным техническим университетом имени Сухого. Оно предусматривает разноплановые варианты сотрудничества. Вот. Но одно из них – это как раз прохождение студентами университета Сухого в практике производственной, преддипломной, как в самом технопарке, так и, в первую очередь, в его резидентах. В нашем регионе работа по вовлечению молодежи в бизнес-среду ведется довольно активно. Один из ярких примеров – деятельность Центра бизнес-образования на базе Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. Одним из основных проектов Центра является ежегодный международный чемпионат молодежь в предпринимательстве, в рамках которого студенты различных специальностей презентуют свои бизнес-идеи, получая возможность привлечь инвесторов и выступить перед будущими нанимателями. Кроме чемпионата молодежь в предпринимательстве, Центр бизнес-образования организует такие мероприятия, как молодежный конкурс «Стартап-кооперация», встречи с предпринимателями, экскурсии на предприятия, также проводится ряд выездных семинаров, семинаров внутри университета. Студенты проводят сами курсы друг к другу, а также мы для них организуем курсы по управлению личной эффективностью, по карьерному росту, технология карьеры этот проект называется, и ряд других курсов. Зачастую активные участники таких мероприятий прямо со студенческой скамьи пополняют ряды молодых предпринимателей. Однако и уже в новом статусе делиться Ирина Трусевич об «Альма-Матер» не забывают. Наши студенты-выпускники постоянно обращаются к нам и помогают нам, как в организации мероприятий выступают как партнеры, так и проводят встречи со студентами, где уже из первых уст, вроде как прошлый студент, настоящему студенту передают свои опыты и знания и мотивируют студентов к хорошей учебе, к открытию своего дела. Магистрант Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации и в прошлом активный участник мероприятий Центра бизнес-образования Евгений Матусевич, ныне индивидуальный предприниматель. Интерес к этой сфере, признается молодой человек, у него появился еще в школьные годы, а уже учеба в университете и многочисленные тематические курсы и занятия и подтолкнули его окончательно к собственному бизнесу. «Я занимаюсь, так сказать, оптовыми поставками. Закупаю у нас в Беларуси, также я разложу иногда по Беларуси, но если уже цены очень проходные на Россию, я поставляю большинство, всю свою продукцию на Россию». Его бизнес в сфере торговли – это только начало, рассуждает Евгений Матусевич, и в перспективе планирует попробовать освоить и другие направления. «Есть мысли, вы записываете постоянно, и смотрите в интернете какой-нибудь бизнес-планичку свой составьте, подойдите к какому-нибудь даже большому дяде, как говорится так, и попросите, помогите, я думаю, никто не откажет. Главное, мой совет, не бояться, пробовать все. Ну, молодой-молодой, но не получилось раз, получится второй раз, не получилось второй раз, это десятый раз, но по-любому получится, потому что каждый раз, когда ты пробуешь, ты получаешь минимальный опыт». А вот недавний выпускник Торгово-экономического университета Игорь Минин решил замахнуться на производственный бизнес. В то, что получится, и сам поначалу не верил, ведь дело начинал практически с нуля. «После очередного курса обучения я устроился во время летних каникул на подработку в одну из фирм, которая занималась производством изделий из бетона. Уже во время обучения на очередном конференции затронули тему о производстве. Я подумал, что хорошо было бы и мне попробовать себя в этой сфере. И решили со своим товарищем себя в этой сфере реализовать». Небольшое производство по изготовлению бетонной плитки и заборов сегодня работает весьма успешно. Однако останавливаться на этом молодые люди не собираются и строят планы о расширении производства. При целеустремленности и вере в собственные силы, бизнес с нуля и в любом возрасте – это не из области фантастики. И наши герои тому прямое подтверждение. В июле текущего года делегация региона, возглавляемая председателем облсполкома Владимиром Дворником, принимала участие в днях Гомельской области на всемирной выставке «Экспо-2015» в северной столице Италии – Милане. В ходе контакт на кооперационной бирже шли переговоры, завязывались деловые контакты. Подписано 5 соглашений и проработано более 10 вариантов сотрудничества. От предоставления площадей и рабочих рук до создания совместных предприятий. Высокий уровень проведения мероприятий сохранил у гостей яркие впечатления и желание продолжить сотрудничество. Ваши эксперты, ваши технологии, ваши инженеры – это серьезно. Образование очень высокое. Значит, потенциал большой. Самое главное сейчас – использоваться такими именно собраниями или выставками, чтобы они чаще посещали, приглашали, чтобы мы с другом общались. А сколько должно пройти времени от договоренностей до их конкретных воплощений? Деловые люди привыкли считать свои деньги и ценить собственное время. Видимо, именно поэтому меньше недели понадобилось руководству французской компании «Олфлекс», чтобы приехать в Гомельский район и делом завершить начатые в Милане переговоры по производству совместно с ОАО «Гомель Агрокомплект» оборудования по управлению статом. Каждый отстаивает интересы своего предприятия. Ну, это и правильно. Но мы всегда позиционировались как производитель оборудования. И для нас это красная нить наших переговоров. Конечно, локализация для нас имеет важную сторону, и французские партнеры это понимают. Наша компания работает в области идентификации рогатого скота. Это отслеживаемость рогатого скота от фермы до, так сказать, обрабатывающего предприятия. Поскольку Беларусь высказал свою заинтересованность в этом направлении, мы вот там и собираемся работать. Спустя ровно три месяца в область приехал руководитель итальянской компании «Фокал Санктинг» Марио Мазали. Его визит – очередное доказательство того, что Гомельская область – действительно эффективная площадка для ведения бизнеса. Нас очень не интересует тематика создания совместных предприятий. Особо стоит отметить такое направление, как металлообработка. Провинция Бреши, регионы Ломбардия, которую я представляю, индустриально очень развитые регионы, испытывают большие потребности в металле. Компания «Фокал Санктинг» работает на рынке региона уже почти год, причем Марио Мазали представляет не только свои интересы. Он ищет точки соприкосновения для дальнейшего сотрудничества и новых контактов итальянских фирм с гомельскими предприятиями. Среди тех проектов, которые уже в ближайшем будущем могут быть реализованы – деревообработка. Диапазон от поставок в Европу низкосортной древесины до создания мебельного производства в Гомеле с итальянским дизайном и белорусским качеством. Проработан проект установления ряда станций альтернативной энергии мощностью 2 мегаватт каждая. Особую заинтересованность со стороны местных органов власти вызвала возможность создания в регионе совместного предприятия по производству детских влажных полотенец. Для чего итальянским бизнесменам сегодня надо только площади, куда они готовы поставить свое оборудование и технологии и запустить производство. Эти проекты обсуждались в ходе встречи итальянского бизнесмена с заместителем председателя областполкома Полиславом Пештуком, который нашел предложения конструктивными и жизнеспособными, пообещал поддержку администрации региона и пожелал найти бизнесменам компанию гомельских предпринимателей, которая смогла бы продвигать и помогать в реализации этих и других проектов. Такая компания, как оказалось, уже есть. Помогаем в общем итальянскому бизнесу здесь в Беларуси и белорусскому бизнесу в Европе, в Италии, в Польше. Помогаем в импорте товаров, в экспорте товаров, той продукции, которая конкурентоспособна и отдельно очень интересная тематика создания совместных предприятий. Образно говоря, Дневомеска области в Милане нашли свое продолжение на бизнес-днях в Гомеле, куда прибыли закрепить контакты и наши миланские партнеры. Казалось бы, гастрономические традиции итальянских мастеров уже снискали поклонников по всему миру и надеяться на совместное создание мясомолочных продуктов в Гомельском регионе, тем более с реализацией на европейском рынке, не приходится. Однако этот миф уже почти развенчан. Уже несколько лет мы работаем в Беларуси, а в последнем году развили очень хорошее и для нас очень важное сотрудничество с Гомельским, Гомель-холдингом. Мы сотрудничаем и мы очень довольны до сих пор результатом этого сотрудничества. Их продукты уже получают, а сделанные чуть-чуть с нашей помощью, с нашими добавками, уже получают призы, хорошие результаты за границей. Италия является мировым лидером в области переработки молока и в первую очередь в производстве сыров. 70% перерабатываемого сырья направляется именно на эти цели. А так как мы идем по пути увеличения объема производства сыра, в том числе элитных сортов, опыт наших итальянских коллег очень важен для нас. Поэтому и в дальнейшем планируем идти по пути еще более тесного сотрудничества в этой области. Как подтверждение интереса итальянского бизнеса в освоении с точки зрения инвестиций Гомельской области может служить и факт планируемого проведения в Италии в декабре этого года форума для местных бизнесменов с целью дальнейшего открытия Беларуси как надежного делового партнера. По словам английского режиссера Дэвида Блая, желание добиться успеха без упорного труда схоже с желанием снять урожай там, где вы не садили семена. Семена посажены, уже появились первые всходы. Будем трудиться над получением максимального урожая в виде достижения поставленных целей всеми заинтересованными. А это получение качественной конкурентоспособной продукции, освоение новых рынков сбыта, излечение максимальной прибыли и, как следствие, улучшение благосостояния. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова